Медицинских работников края обучают компьютерной грамотности. Специалисты технического университета разработали образовательный курс «Современные информационные технологии в здравоохранении». Слушатели пополнят навыки пользования компьютером, научатся оперативно использовать программы и электронные таблицы, сообщает Политсибру. Это один из первых подобных проектов, сообщили ВГТУ. Свою квалификацию повысят около 90 работников медицинских учреждений Барнаула. Известные жители краевой столицы выставят свои лоты на благотворительном аукционе, пишет АИФ на Алтае. Акция пройдет 28 сентября. Организуют ее журнал «Автограф» и фонд «Мать и дитя». Уже известно, что свои лоты представят Сергей Шубенков, Алексей Смертин, Евгений Октябрь, полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин. На аукционе также можно будет купить коллекционные авторские куклы. Все вырученные от продажи средства направят в фонд «Мать и дитя», который уже 20 лет помогает онкобольным детям. Спрос на услуги репетиторов увеличился в Барнауле на 18%. При этом оплата труда персональных учителей выросла лишь на 4%, достигнув 338 рублей в час. Больше всего подскочила популярность занятий по детскому развитию почти в половину, а также уроков по иностранным языкам и другим предметам школьных и студенческих программ. Статистику по городам приводит МК на Алтае. Больше всего в России репетиторы получают в Москве 848 рублей в час, в Санкт-Петербурге 688, в Иркутске 499. Причина повышения спроса – начало учебного года. Барнаульцам предлагают пересесть на велосипеды. 21 сентября пройдет акция на работу на велосипеде. Организаторы считают, что велосипед может быть разумной транспортной альтернативой, ведь при поездках на расстоянии до 5 километров по городу можно ехать, опережая автомобили и общественный транспорт, пишет КП на Алтае. К участию приглашают предприятия и компании Барнаула, которые могут оказать поддержку в проведении. В этот день пройдут розыгрыши подарков и призов.